Мы сейчас находимся в кабинете приема фельдшера. Это основной рабочий кабинет. В фельдшерской оборудовании у нас оборудован полностью. Все имеется оборудование для проведения первичного осмотра пациентов, для значительных исследований, прохладческих мероприятий. Мы даже в этом зале... Сколько у вас пентинги, так сказать, подопечных? Штатное списание? Нет, нет, нет. Сколько людей вы обсуждали? На этом селенпункте 741 человек. 741? Да. Это две деревни. Северендина и деревня Новая. У нас фельдшерская оборудована оснащена автоматизированным рабочим местом, с окоскрасным интернетом, подключена в публиканской медицинской информационной системе по защищенным каналам связи. А, то есть вы включены в эту систему? Да, да, да. Благодаря тому, что у нас... И консультации все время проводятся, да? Да. Благодаря этому у нас объединенная единая медицинская система. И на работе фельдшера организована проведение медицинской с консультацией. Если разрешите, мы можем продемонстрировать. Хорошо, посуду. Здравствуйте, Анна Владимировна. Примите, пожалуйста, заявку. Это врач, это участковый врач, терапевт. Она находится в Цельско-Центральной районной больнице, это 2 километра отсюда. Примите, пожалуйста, заявку на проведение медицинской консультации пациента Эннона Владимировна. А сколько в день у вас таких сеансов связи с вот этим фактом? Около 3-6 дней. Серьезные медицинские консультации проводятся. Ну, то есть при необходимости фельдшер здесь в любую секунду практически может с вами связаться? Или какой-то график существует? Нет, в любую секунду все медицинские консультации, они ведутся на плановые и неотложные. Неотложные мы пытаемся ответить, что в ближайшее время. А плановые в течение дня отвечают. Ну, то есть в режиме реального времени фельдшер сможет с вами связаться и проконсультироваться, узнать, так сказать, вашу точку зрения по конкретному случаю, да? Да, как сейчас. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Светлана Халикова, министр культуры Чуваши. Виктория Семенова, она исполняет обязанности. Красиво. Знаете, сейчас вот ехал и сказал, как Олегович, говорю, как приятно посмотреть, что деньги никуда не исчезают, а вкладываются как надо и куда надо. Ну, вообще хочется сказать большое спасибо за то внимание, которое выделяется отраслью культуры. Знаете, благодаря нашему проекту культуры вот в городах, селах и в деревьях появляются возможности для людей, и они очень востребованы. Конечно. Владимир Владимирович. Вот сейчас руководитель республики сказал, что как только построили детский сад, сразу все квартиры, которые здесь построены были, все раскупили. Хочу доложить решением главы Чуваши. У нас практически все направления на с проекта культуры, они усиливаются внутренними ресурсами. В этом году мы откроем 10 библиотек таких, из них 8 за счет республиканских ресурсов. 10 автоклубов будет приобретено, и вот так можно рассказывать про каждое направление. Это клубы, те, которые передвигаются. Да, да, для деревень, где, к примеру, нет клубов, где люди хотят тоже, ну, видеть культурные различные проекты, вот очень востребованы. Очень важно. Да. Так же, как пункты на медицинские, на колесах, фабрик. Да, 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 в шаговой доступности самое главное. Это была своими хорошей идеями, да? Абсолютно. Мобильные учреждения создавали. Но они сейчас очень интересные приходят. Там есть сцена, которая где-то 3-4 часа может работать автономно, без подзарядки, и можно в любую даже удаленную деревню приехать и подарить людям. На колесах, то есть и клуб. Да, 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 да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!